Называют их мингонерами духа. Вот они, лазутчики. Соню 8, дрота 1. Станцы к сокольнике. И в полонах. И в полонах. И в полонах. 1938 год. Тучи войны. Зловещие тучи нацизма сгущались над миром. В эту пору Прокофьев встретился с выдающимся кинорежиссером Сергеем Эйзенштейном, предложившим ему написать музыку к фильму «Александр Невский». Вслед за императором Петром I из династии Романовых советская власть в 1938 году и тоже героическим фильмом впервые реабилитирует князя из династии Рюриковичей. Кремль явно солидарен с экранным Александром Невским. Главная опасность грозит стране не с востока, а с запада. Разносторонняя эрудиция Эйзенштейна, его глубочайшее знание истории, помогли ему с поразительной достоверностью воскресить события далекого прошлого, XIII век. Тевтонские рыцари вторглись на русскую землю. Фильм «Александр Невский» – героическая кинопоэма о великом русском полководце, поднявшем народ против иноземных захватчиков. Госзаказ выполняет Сергей Эйзенштейн, автор революционного киноэпоса «Броненосец Потемкин». Из жизни героя взята только нужная пропаганда. Никакой дружбы с татарскими ханами и сбора для них даний. Есть у нас поговорка. «С родной земли умри, да не сходи». Даже когда соплеменников угоняет в полон наместник Золотой Орды, патриот-феодал озабочен другим. С монголом подождать можно. Опаснее татарина враг есть. Ближе, слея. От него данью не откупишься. «Клятва верности отчизне» звучит под крестами величественных соборов. Невиданная доселе картина в советской культуре. Хор Сергея Прокофьева на стихи Владимира Луговского раздается будто из глубины столетий. «На Русь! На Русь!» Единство вождя и народа громит тевтонцев на льду Чудского озера. Вековой завет предков – воевать немца. «Немец где?» «Нет немца! Нет немца, родные мои! Разбили, разбежал, под лед ушел!» Понятен каждому и сегодня. Лишь на пороге 1939-го, когда считанные месяцы оставались до начала Второй мировой войны, увидели зрители его новую ленту – Александр Невский. Читая летописи 13-го века в перемешку с газетами сегодняшнего дня, теряешь ощущение разницы времени. Явственно перекличка с официальным антифашизмом. Черные кресты на плащах и щитах псов-рыцарей совсем как нацистские. «Жечь! Тереть с лица земли!» В следующем году отношения с Германией внезапно потеплеют и показ фильма прекратят. Но дадут ему сталинскую премию первой степени, а Николаю Черкасову за главную роль еще и орден Ленина. «Но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет, на том стоит и стоять будет русская земля». Войну прокат повторят, даже с большим успехом. «В решающие дни 41-го года на фронте и в тылу снова шел Александр Невский, призывая людей в бой». В 1942-м, когда Ледовому побоищу исполнится 700 лет, учредят орден Александра Невского, единственный одноименный с царской наградой. «Орден святого Александра Невского. Князь героически сложался с тефтонскими и шведскими захватчиками на землях, которые царь успешно отвоевал». Прижизненных изображений князя нет, и на барельефе профиль Черкасова в роли.